Девушки отдыхают Девушки отдыхают Логистическое пространство Электронная система поможет снизить издержки На перевозку грузов Основанием для нее будет платформа Платон Откуда получают средства Вот это совместное предприятие Между Ростехнологиями И фирмой Которой представляют частные лица Они получают эти деньги Из бюджета Напрямую По-моему там сумма где-то 10 миллиардов На что? На ремонт этой системы На поддержание ее в работах На развитие Но что это значит Что они получают деньги из бюджета Это значит Что все может быть проверено В том числе и общественностью И счетной палатой Что чрезвычайно важно Если кто-то считает Что эти расценки на содержание На развитие завышены Пусть посчитают и предъявят И это будет правильно Посчитать и предъявить Это можно сделать Деньги, доходы от Платона От этого так называемого Компании В которой находятся И частные инвесторы И Ростехнологии Они туда не поступают Я хочу чтобы это было услышано Я если возможно вернусь С небес на землю Вы не можете не быть в курсе Что бельнобойщики протестуют Уже которую неделю В связи с введением нового сбора Называется Платон За проезд фур по федеральным трассам И на взгляд со стороны Овчинка не стоит выделки То есть не так существенны Доходы от внедрения этого сбора По сравнению с забастовками Митингами, стоящими фурами И так далее И есть представление Что возможно была совершена ошибка Вопрос на какой стадии На стадии планирования Неверная сама идея На стадии реализации Ошиблись с разъяснением С внедрением самим Или у нас в принципе население В данном случае водители Не готовы принимать Непопулярные меры правительства Миша, но ситуация заключается в том Что не все дальнобойщики бастуют 700 тысяч дальнобойщиков Зарегистрировалось в системе платежей Это абсолютная подавляющая часть Тех, кто выполняет Международные, междугородные перевозки Не зарегистрировалась часть По разным причинам Когда мы обсуждали эту меру Она, кстати, обсуждалась с 2011 года Было понятно, что часть перевозок Выполняется в серую Незарегистрированными перевозчиками И неизвестно, что они возят Ну еще раз говорю Подавляющее большинство перевозчиков Солидных, больших Которые выполняют, кстати 85-90% всех перевозок Внутри страны Уже в этой системе находятся И это даст нам возможность Дорожные фонды Направить порядка 40-50 миллиардов рублей Это не так мало Ну потому что страна огромная И все равно больше надо гораздо Кто платит эти деньги? Абсолютно в большинстве случаев Это водители, которые сидят за Своими частными автомобилями Водители легкового автотранспорта А вот те, кто реально воздействует на дорогу Водители крупных грузовиков Крупно-тоннажного транспорта Не платят практически ничего Транспортный налог платим, молчим Акциз платим, он тоже является Транспортным налогом, правильно? И здесь еще один нам транспортный налог Навязывают, навязывают И говорят конкретно Платите, ребята, и молчите А мы вас показывать и не будем А где нас на официальных каналах Все, которые по стране не показывают? В Литве повесился российский дальнобойщик Который стоял в огромной очереди на паром Джессика пыталась объяснить Что развлекаться с дальнобойщиками За деньги для нее подработка В светлое время суток Она работает парикмахером В России почти на 40% увеличилось Количество ДТП с участием дальнобойщиков-частников Такие данные приводит экспертный центр Движения безопасности Сегодня все началось с Дальнего Востока А потом, как по цепочке, в каждом часовом поясе Водители стали выезжать не на коммерческие маршруты А к местам забастовки Большинство протестов не согласованы с властями Там, где разрешение все-таки дали Как в Екатеринбурге Все под присмотром полиции и без репортеров Зато участников акции снимают полицейские Так, например, было в Липецке Дальнобойщики пока не знают, для чего Первая версия Чтобы потом наказывать активистов Вот на сегодняшний момент прошли, сфотографировали номера И мы не знаем, на самом деле, что нас ожидает в будущем То ли нас могут отобрать эту технику То есть, образы правления, конечно, у власти Что они захотят, то они и сделают с нами С женой лидера общероссийского протеста Дальнобойщиков Андрея Бажутина, Натальей Мы встречаемся рано утром возле нотариальной конторы Офисы еще закрыты, но женщина специально пришла раньше Она на седьмом месяце беременности Есть осложнение В любую минуту ее могут забрать в роддом И до этого Наталье надо успеть юридически доверить Своих несовершеннолетних детей Их старшему брату Это требование органов опеки Иначе уже они могут забрать Олесю, Никиту и Максима Я им задала наводящие вопросы Почему не может быть опекунами сын Почему не может быть опекунами мама Они сказали, что без доверенности Они даже с ними погулять не могут выйти Мне вот так сказали Нотариус не помог Бажутиным Он не может выдать такой документ Не его полномочия Нам сразу же сходу сказали, что таких доверенностей не выписывают На опекунство доверенности вообще не бывает Что этим должен заниматься отдел опеки И что отдел опеки, когда пришел к нам Они должны были в первую очередь записать бабушку и сына И как бы дать им опеку Здесь есть еще одна уловка Чтобы выдать такой документ Нужно присутствие обоих родителей Но очевидно, что еще 11 дней Андрей Бажутин пробудет в изоляторе временного содержания На Захарьевской улице Напомню, дальнобойщика задержали за якобы езду без прав Причем к месту нарушения прибыли не только полицейские Ей вспоминает старший сын Бажутина Артем Я увидел, на месте происшествия было уже около 3-4 экипажей ДПС 3 экипажа ППС И вот как раз уже тогда подъехали люди Как я понял, с органов опеки Которые потом с нами и проследовали домой Причину визита специалистов из органов опеки Мы попросили прокомментировать сотрудников из районного отдела Но на месте руководителя или хотя бы человека Который приходил к Бажутиным не оказалось В авторе будет начальник, пожалуйста, приходите на прием авторника Вы понимаете, что здесь среда? Я понимаю, так я вам объясняю, что я могу физически взять или достать Если вам достаточно специалиста, приходите в другой номер по четвергам принимать В курсе проблемы у полномоченной по правам ребенка в Петербурге Накануне заявление детскому омбудсмену написала Наталья Бажутина Но дальнобойщики все равно на всякий случай решили взять ситуацию под свой контроль Несколько активистов оставили место забастовки на Московском шоссе И теперь стоят возле дома Бажутина Жена в тяжелейшем состоянии Она вообще лежала на сохранении Ей пришлось покинуть Мы приняли решение Круглосуточное дежурство здесь Будем отбивать физическим способом И отстаивать семью кровь из носа Младшие дети Андрея Бажутина, Максим и Никита не знают, что происходит Думают, что их папа в рейсе Продолжают жить своей обычной жизнью Сегодня у них хоккейная тренировка Это то немногое, что мама решила оставить им после визита надзорных органов Одних в школу и в детский сад, сыновей и дочь На всякий случай Наталья Бажутина пока не отпускает Требования протестующих по всей России Нужны нормальные дороги Адекватный весогабаритный контроль Топливо по доступным ценам И полная отмена системы Платон Эта компания принадлежит Игорю Ротенбергу Сыну партнера Владимира Путина Подзюдо Аркадия Ротенберга За первый год работы Было собрано 18,5 миллиардов рублей Все сборы, которые поступают от так называемой системы Платон Все 100% идут не кому-то в карман Они идут 100% в Дорожный фонд Российской Федерации До последней копейки Если хотят они оставить Платон, пускай оставляют Для транзитного транспорта, ну не для нас же Мы и так платим налоги, которые с лихвой хватает, я думаю, строительства дорог Компромиссную цену за километр пути в заслугу себе и своей команде Ставит петербургский дальнобойщик Владимир Матягин Именно он от лица водителей в Москве Общался с премьером Дмитрием Медведевым Говорит, что государство готово обсуждать систему Платон Но только тарифную сетку Платон, он в любом случае его не отменят Потому что, в принципе, подходить к вопросу Во многих странах платные дороги существуют Мы, заезжая в Белоруссию, в Германию, видим, какие у нас дороги Там хорошие, да? Но там все платят, и вопрос никто не задает Даже наши коллеги туда выезжают А почему-то у нас в этом отношении заключаются претензии какие-то Если бы государство эффективно уже администрировало те налоги, которые уже существуют Да хотя бы тот же акциз Платон был бы не нужен На плечи дальнобойщика А зачастую дальнобойщик это директор своей кабины Да, он индивидуальный предприниматель Кладется большое количество вот этих налогов, поборов и так далее Их огромное количество И, в общем-то, я так понимаю, что в кабину уже скоро нужно будет и главного бухгалтера сажать Это становится невыносимо В МИАСе, со слов Николая Матвеева, это подразделение ПВП в МИАСе Загнанные в долги дальнобойщики вынуждены были покончить жизнь самоубийством Повесились, потому что не смогли отдать кредиты или лизинг за свои автомобили Да я не могу себе позволить пойти в депутаты Я там улучшен Максимум год я там выдержу Такая нагрузка бешеная Понимаете? Нифига себе, это что же тяжело Ауди А8, Ку-7 Сесть на заднее сиденье и ехать в этом комфортабельном автомобиле Да это что же тяжело, девочки Так или нет, тебя постоянно качает, укачивает Это же как сложно им это все перенести А здесь нормально, тут тонус На наших российских шикарных дорогах То в одну яму, то в другую Тебе не дают расслабляться, ты всегда в тонусе Получается, как? Все правительство делает для нас, чтобы мы молодели А они-то, видите, они хереют на этих депутатских креслах с каждым днем Поэтому, как бы, получается, правительство молодцы Заботятся о нас, чтобы мы поддерживали спортивный образ жизни И так далее, и то подобное А то все горят у нас болезни Геморрой у водителей На этих дорогах не может быть геморроя Потому что подлетаешь так, и может там геморрой сам думает Да пошли бы вы нафиг, я пойду к другому товарищу В принципе, народ обнищал настолько, что я, когда своим, значит, всем соседям сказал о предстоящей стачке И попросил, сделайте, пожалуйста, по возможности запасы А народ не может сделать эти запасы У них нет даже денег, чтобы какие-то запасы Денег буквально только на то, чтобы два раза сходить в магазин Выбор нормальный, да, только вопрос о ценах Дорого? Нет? Что скажешь? Дороже стало? Нет? Да, смотри, какие производители Наши, бобры Ну вот, не-не, бобраю же, ваше Мало цены подняла Белоруссия, другие Очень высоко, то есть наши нормальные Ну, значит, надо наши и покупать Наши еще и свежее Есть акцизы в топливо Есть транспортный налог Почему мы еще должны платить за дороги? Некоторые чиновники это очень красиво преподносят И говорят, что мы наносим вред дорогам Но дороги строятся не только для легковых машин Есть ГОСТ и нормы Дорога допускает проезд на ней грузовика полной массой до 40 тонн Если мы везем, как нам государство разрешает, до 20 тонн Это примерно от 36 до 38 тонн То есть машина, мы ничего не нарушаем Это первое Второе, значит, единожды мы уже заплатили Потом говорят, что... Есть контраргумент Вот, якобы, ученые, вот, по заверениям Минтранса доказали О том, что один проезд большегруза Кто? Эти ученые? Соответствует 4 тысячам проездам Вот, где эти вы... Ну, это пиар, опять-таки, я просто хочу подчеркнуть Один из чиновников сказал, что, значит, водителям-частникам Приходится платить за большегрузные машины Они тоже платят акцизы Так давайте мы сейчас разберемся, сколько платят акцизы легковые машины Сколько вы заправляете? Полторы-две тысячи, да? И, к примеру, одна грузовая машина за раз 12-15 тысяч Кто больше акцизов платит? Естественно, кто больше? Кто больше кушает? Я сейчас говорю про машины, правильно? Вот А потом я могу сказать, как дорожник У меня первое образование Техник-строитель Автодорожный техникам заканчивал Я могу сказать, что если по всем густам дорога сделана То никакого вреда мы не наносим Дорога делается не... А не то, что сейчас мы видим На дорогах так корочка, какая-то непонятная черная масса Которая вылетает Есть места, где дороги и не делались еще вообще Давайте возьмем климат, допустим, северных стран Финляндии, Швейцы У них тоже частые переходы через ноль Но у них дороги не вылетают, как у нас Или возьмем Турцию У них дороги не плавятся У них за 50 градусов, как у нас Краснодар Тогда Росавтодор не сможет, собственно говоря, внедрять уникальные системы Там, учета Постоянно работать и получать какой-то бюджет Он один раз выполнит работу А потом сейчас давайте по технической точке Вот это вот Ну, допустим, если даже Это и хотят внедрить Допустим, есть опыт там той же самой Германии В течение двух лет они тестировали эту систему У нас протестировали систему Единожды, когда мы были в Госдуме Обсуждали это за круглым столом Были представители Платона И они четко доложили Мы протестировали на двух машинах на отрезке Причем Москва-Тверь На двух машинах, представляете Единожды машина прошла Далее, давайте я специфику вам Наши вообще о работе расскажу То есть она предусматривает предоплату Я должен заранее прочитать Какой у меня будет маршрут Если я машину отправил в Нижний Новгород Я не могу потом куда-то отъехать в сторону Допустим, в Муром И взять попутный груз Приехать в Москву Хотя бы что-то на обратной дороге заработать Я должен вернуться в Москву Не предусмотрено того, что шаг влево, шаг вправо Расстрел сразу И сегодня господин Пешков говорит Что все стороны конфликта должны проявить дипломатичность Нужны деньги для того, чтобы вкладывать в инфраструктуру? Нужны Вот экономисты МакКис Я посмотрел, сегодня подсчитывали Если инвестировать 1% в ВВП в инфраструктуру То это позволит создать 1,3 миллиона рабочих мест в Бразилии И вот в Газпромбанке Исследователи заявляют Что такого же эффекта можно ожидать и в России Не, ну безусловно можно ожидать такого эффекта Осталось только, собственно говоря Разогнать структуру Автодора И пустить с молотка, собственно говоря Все их помещения Я думаю, что мы получим приличные деньги Ну и опять-таки все сотрудники Их зарплата сэкономленная вместе с налогами И налоги, которые мы не изымем Опять-таки из карманов дальнобойщиков И из карманов прочих сограждан Очень неплохо могут быть инвестированы в инфраструктуру Это абсолютно справедливо Я с МакКинзи поддерживаю А если не внедрять систему за 10 миллиардов рублей Собственно говоря, господина Рутенберга То возможно мы, инвестировав эти 10 миллиардов Как раз в инфраструктуру Поднимем экономику Так что МакКинзи делает все правильно Осталось только всем сторонам конфликта Безусловно взвешено взвесить И собственно говоря Отобрать деньги оттуда Куда их не надо заливать И вложить их в инфраструктуру В интернете активно Начала распространяться дезинформация Про руководителей протеста Непосредственно про меня Обвиняют в чем попало Без всяких доказательств В городе Челябинск Распространяется листовка С заголовком Николай Матвеев Дальнобойщик трудяга Или агент госдепа Дальнобойщик всегда была Уважаемая профессия Нас уважали за наш тяжелый Ежедневный труд А теперь нас на всю Россию Преподносят как предателей родины Алкашей Воров там Ну естественно Под наблюдением мы находимся Если я вдруг на обочине Окажусь рядом со мной Окажется Более там пяти грузовиков Полиция ежесекундно Окажется на этом же месте С попыткой разобраться Что происходит Бояться Бояться что мы что-то устроим Что мы что-то сделаем Может быть и не зря бояться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok